Это программа про историю, а точнее про ее элементы и составляющие, про как будто бы мелочи. Но эти детали, штрихи, эпизоды и будто бы второстепенная спасли кому-то жизнь. Или повлияли на ход интриги, придуманной в каком-нибудь салоне. Или являются яркой характеристикой своего времени. И без таких характеристик любой учебник истории уже не так привлекателен, как и любая книжка без картинок, согласитесь? Ну, например, в 20-е годы прошлого века модницы придумали особый язык. С помощью лент на шляпке они доводили до общего сведения некое послание. Например, лента в форме стрелы означала, что девушка не замужем, но сердце ее занято. Плотный узел, что дама уже состоит в браке. А яркий бант, что свободная девица весьма заинтересована в компании мужчин. Мол, не теряйтесь. И все это уже история моды. А вот из истории спецслужб. Наши нелегалы, долгое время живущие в США, признавались, что им приходилось учиться многим даже бытовым мелочам. Если русский считает, загибая пальцы, то в Америке пальцы разгибают. А вот пример из истории афганской войны и даже из истории коммуникаций. Против Шуравии, прибывших исполнять интернациональный долг, противник активно вел разведку. У душманов была своя сеть осведомителей и наблюдателей. И они для передачи срочной информации использовали сигналы дымами, зеркалами и даже камнями, выложенными на склонах холмов и на обочинах. Всего-то камни, но на войне цена информации – это человеческие жизни. Сегодня как раз про Афганистан и про причины советской военной кампании в этой стране. Я до Афганистана работал в уголовном розыске, значит, был замначальником Орловского райотдела, милиции, по оперативной работе. Вот поэтому, когда туда, там не только были войска, там были и милиции. Вот, и поэтому я по спецработе. Что такое спецработа? Это переговоры с полевыми командирами, организация боевых действий, ну и работа с негласным аппаратом. Будем вот так. С агентурой? Да, с агентурой. Я туда попал 3 декабря 84-го по 13 декабря 86-го года. Вы пришли в каком специальном звании? Я был майор. И в возрасте? Сейчас скажу, 43 года. Когда я прибыл в Афганистан, с нами беседовал с каждым полковником. Он спросил, кем я работаю. Я ему рассказал. Так, и сказал мне, закрой дверь, открывает сейф, вытащил карту, положил на стол. Что представляет из себя карта? Значит, вдоль запада на восток простираются горы Вендукуш. Длина 800 километров, ширина до 300 километров. Высота в некоторых местах более 7 километров. Там точки, красная точка, из нее проходит линия зеленая, и на конце самолетик. Это что? Американцы хотели поставить там ракеты на горах Вендукуш. На каждый город Советского Союза должны были нацелены ракеты. На Орел должна была упасть одна. Москва, Ленинград или Москва, опять Ленинград, шесть, или наоборот. На каждый город управление, то есть называется, так называемое, кольцо, должна находиться в Вашингтоне. И нажатием кнопки полет ракет до Северного Ледоидового океана. И на все города одновременно падают ракеты. По сути дела, мы бы исчезли с лица земли. Прервем здесь изложение. Наш собеседник, вероятно, заблуждается и вот в чем. Афганистан рассматривался НАТО как площадка для размещения ядерных ракет средней дальности, Першинг и Тамагавк. Параллельно этому в Западной Европе было принято решение установить аналогичное оружие нападения. Тем самым наша страна бралась в ядерные клещи из востока и с запада. То есть в Афганистане должны были встать Першинги и ракеты Тамагавк. Тамагавки могли работать на расстояние до 2500 километров. Американцы в целях дезинформации говорили о дальности ракеты Першинг-2 равной 1800 километрам. Фактически она составила 2500. Возьмите линейку, карту в масштабе и посмотрите, куда эти ракеты могли дотянуться. Размещение в Афганистане американских ракет ставило под угрозу жизненно важные объекты, располагавшиеся в азиатской части СССР, в их числе космодром Байконур. Посмотрите, что там, на Урале и в Сибири. Уж не оборонные ли стратегические предприятия? И не забываем про клещи. НАТОвские ракеты, установленные в Европе, покрывали оттуда территорию до Урала. Москва была обязана предпринять меры упреждающего характера, потому что со стороны Афганистана мощь нашей противоракетной обороны была, скажем так, недостаточной. Пропагандистская доктрина, которая должна была объяснить народу и армии причину введения войск, звучала так. Выполнение интернационального долга. Но в разговорах дипломатов и разведчиков звучали другие мотивы. Ввод войск совершен в контексте глобальной конфронтации с Америкой. Теперь вернемся к интервью. Я вам рассказываю то, что мне говорил полковник. А что это за полковник? Где это вы проводили, это собеседование? Давайте зрителя познакомим с самого начала. Это я беседовал в Кабуле, когда мы туда уже нас доставили. И с каждым полковник, ну, с разведки. И эту карту, карту наши разведчики, ну, добыли в американцев. Когда он мне об этом сказал и говорит, я тебе, майор, ничего не говорил, ты ничего не слышал. Вот зачем мы, говорит, здесь. Я говорю, когда-нибудь мне об этом можно сказать? Ну, может, когда я умру, а может, через 30. Ну, раз у нас ситуация сейчас экономическая, политическая другая, вот поэтому я говорю. Надо об этом говорить. Да, я об этом и в Москве выступал, говорил. Вот такая ситуация. Ведь руководители Афганистана приезжали к Брежневу 18 раз, 18, чтобы мы ввели туда войска. Не хотели. Хоть говорят, там, вот, типа, решили двое, трое, нет. Он, когда ему показали эту карту, Леонид Ильич, они должны были поставить в течение до двух лет на этих горах. До двух лет. В нашей стране придет каюк. Пригласили, значит, он пригласил министра КГБ, министра обороны, министра МБД. И, говорит, что будем делать? Давайте соберем полютбюро. Но, говорит, полютбюро, мы об этой карте ни слова. Мы просто скажем, есть данные о том, что хотят американцы сделать. Собрали полютбюро, когда уже им объяснили, что проголосовали 100% о вводе. Но только о каком вводе? Стоят на блокпосту, не ввязываются ли у какие военные действия? Ну, вы сами знаете, русского Ивана по щеке по левую ударь, он обязательно ответит по правой. Поначалу никаких военных действий не было, но потом начали обстрелы, начали на наш блокпосту нападать. И, по сути дела, мы были втянуты вот в эту... Вы не вынуждены реагировать. Да, вынуждены реагировать. Есть критики, которые говорят, что все это ДЭЗа, что версия об американских ракетах в Афганистане просто смешна. Дескать, какие ракеты в стране с феодальным укладом и раздраем гражданской войны? Все это, мол, не дало бы американцам ракеты привезти, вкопать и спокойно протирать тряпочками, но... Но они бы могли договориться. Когда мы вывели войска, ведь они же вошли туда, и они до сих пор находятся, американцы, там. Имелись радиоперехваты. Они свидетельствовали о подготовке США десанта с кораблей в Средиземном море на территории Афганистана. По времени операция была привязана к наступлению сил исламской оппозиции на Кабул. Когда мы войска туда ввели, американцев опередили на три часа. Они на своем посольстве повесили траурные флаги и сказали, русский Иван Насгорд опередил. Мы опоздали. Уже после этого они стали воевать против Советского Союза руками душманов, выращенных в пакистанских лагерях, поставляя оружие и диверсантов-советников. В военной теории это называется прокси-война, то есть опосредованная война, которая шла между Москвой и Вашингтоном на территории Афгана. В оборот, на Западе вошли такие штампы. Русский медведь рвется к Индийскому океану, Советы хотят превратить Афганистан в свою новую республику и тому подобное. Впрочем, это предмет уже другого разговора. Сейчас же важно понять, что с Афганом мы предотвратили новый Карибский кризис, чуть было не переросший в Третью мировую. Помните, Штаты установили в Турции свои ядерные ракеты, нацеленные на европейскую часть СССР. И Союз тогда был вынужден реагировать, причем зеркально, отправив на Кубу свои снаряды. Афганская параллель очевидна, но, увы, малоизвестна. Афганская параллель очевидна, но, увы, малоизвестна. Субтитры создавал DimaTorzok